Здравствуйте! Всем приветик! Ну вот, кормушки наполненные, водичка налито для Белочки, тоже орешки на месте. Вы знаете, вот кормушечка у меня, очень хорошая, красивая кормушка, а Белочка не кушает. Я сегодня взяла проволочку и проволочкой прикрепила гвоздику, чуть-чуть крышечку вверх подняла и посмотрим, будет ли Белочка кушать из этой кормушки. Ну вот и охотник пришел. Персик, ты чего пришел? Белочку караулит, птичек Белочку. Но когда я крикну, он тогда не трогает никого, сидит и дежурит, пока я ему тоже не вынесу что-нибудь покушать. Ну вот, персик высидел, шел мужчина и бросил ему рыбку. Все, теперь и он сытый. Вот такой голодный, сидит и смотрит на эту рыбу. Кушай давай. Получил бесплатно рыбу, кушай. Нет, сидит и не кушает. Сейчас бросит и убежит. Правильно я сказала, бросил и убежал. Ему не подходит рыбка, идет нюхать, может, а мясо где-то. А вот и воришка, наш воришка. Дятел, вы посмотрите, как он спускается. Не вперед, а задними лапками опускается. Сейчас он подойдет к Белочкиной кормушке и снова украдет орешки. Слушайте, Белка убежала и не приходит. А все орехи, тенички... А, он водичку пришел пить. А-а-а, жажда мучает. Вот видите, все птички любят водичку. Но он очень осторожный. Кто-то идет, и он испугался. Пошел долбить дерево. Наелся орешков, напился водички и пошел. Итак, сегодня целый день идет дождь. Белочка наша прибежала полвосьмого, увидела, что ничего нет, никаких орешков. А мы уже наложили сейчас орешков. И сосед наложил он орешки. И здесь полно орешков, и она больше не приходила, потому что только что был ливень. Но вот все лужи, и она сегодня уже обиделась на нас и не приходит. Но синячки, самые смелые, они все равно кушают сало. Так что, дорогие мои, кто вешает кормушки, вешайте сало. Даже сегодня эксперимент проделала. Хлеб подвесила на крючочек, и даже хлеб они клевали. Так что, смотрите, идет дождяра такой, а птички кушают, потому что они голодные. Все, дорогие мои, до свидания.